Всем привет! Вы на канале Парк Полочка. Не забудьте подписаться на нас, досмотреть это видео до конца и поставить лайки. Да, сегодня у нас на обзоре замечательные ароматы от Каролины Эреры, и это Good Girl, их виды, которые есть в нашей коллекции. Как мы до этого обозревали, у нас очень много и в повторах, в дублях Very Good Girl версия Леджера. Эта композиция у нас повторяется из раза в раз, но в этом году у нас появилась новая версия в подарке у Арины Андреевны. Да. И Арина Андреевна сегодня нам поведает эту историю о своём аромате. Вот как раз мой аромат. Классная коробочка, гламурная, с шиммером, с блёстками. И форма, формат очень классный. Он необычный, экстраординарный, невероятная туфелька. Она может нравиться, не нравиться, но нам нравится очень. Ариша, расскажи о ней. Какой этот аромат? Very Good Girl Girl, Каролина Эрера, это один из самых моих любимых ароматов в моей коллекции. И сейчас я вам расскажу основные аккорды этого аромата. Вишнёвый, сладкий, розовый, миндальный, ореховый, ванильный, фруктовый, цветочный, белые цветы и древесный. Что чувствуешь ты в нём? Вот прям ты что чувствуешь? Аккорды заявлены, это понятно. А вот ты конкретно. Ощущения твои, когда ты его наносишь, и что тебя сопровождает целый день? Я вместо вишни, вместо ягод, если это поточнее, я чувствую малину, а не вишню. О, это интересно. Кстати, очень многие в своих отзывах отмечают ягодные аккорды, а не вишнёвый. Это интересное обонятельное свойство, и, возможно, ты чувствуешь именно так. Что ещё ты там чувствуешь? Здесь я чувствую немножко древесности, можно так сказать, прям совсем чуть-чуть. А сам аромат, он, мне кажется, абсолютно весь сладкий. Для меня этот аромат очень приятный, поэтому он один из моих любимчиков. Я могу добавить о нём, что после вот этих верхних аккордов, которые слетают, остаётся роза. И роза здесь очень красивая. Она припудренная и помадная, так называемая. И когда мы её наносим, она действительно пригламуренная. И вот этот аромат, все очень, ну, все ожидали от него фордовского звучания вишни. Но на самом деле это абсолютно разные вещи, и никогда не сравниваются они. Вот для нас это небо и земля, и это разные направления. Сравнивать их ни в коем случае нельзя. С чем можно их сравнить? Это с Very Good Girl с версией 2001 года с красной туфелькой. Она у нас тоже представлена. Сегодня мы будем делать её распаковку. Ариша, приступим к распаковке? Давай красную версию. Можно тебя попросить поставить коробочку туда? Конечно. Итак, новая версия Very Good Girl Glam. У нас она в коллекции появилась. Мы её любим. И открываем. Мы ещё ни разу не нюхали этот аромат. Не слушали его, да. Не слушали, да. И слушали его только... Магазинов. В магазине, на каких-то пробничках, но не более того. Открываем. Красивая. Коробочка шикарная. Наверное, я очень быстро её открыла, без особой нежности, но, возможно, это только ускорит процесс. И сама туфелька очень красивая. Туфелька шикарная. Красная, чёрная, очень стильная вариация туфельки. Это тридцаточка. Тридцать миллилитров. Наносим... Давай на руку. Давай. Пшик отдельный и отдельная на ручку. Наверное, вкусный пахнет. Мы сейчас немножко выветрим. Угу. Ой, я уже чувствую. Ух ты. Мне кажется, или там есть роза. Да, он тоже такой розовый. Давай понюхать. Прекрасный. Он более цветочный, мне кажется. Угу. Если сравнивать мой аромат и этот аромат, они абсолютно разные. Вот. Насколько я помню, здесь создатели аромата Quentin Bish и Луиза Тёрнер, как и у версии Ledger, как и у версии Very Good Girl Glam. И это культовые парфюмеры, работающие вместе, и версии действительно очень стильные, очень ноские, шлейфовые. Те, кто к ним не присматривался и проходил их стороной, я думаю, совершили, ну, такую ошибочку, которую можно исправить и попробовать этот аромат. Для нас он ягодный. Здесь красные ягоды, красная смородина, ваниль. А для меня он более цветочный. Не знаю почему. И, мне кажется... Роза тоже, мне кажется, здесь есть. Витивер, может быть, тоже они добавляют. Они любят очень витивер добавлять. И мне кажется, здесь есть немножко древесности. Ну, вот тебе она может давать как раз нотка витивера древесности. Они её, бывает, добавляют. Возможно. Можно посмотреть, конечно, на фрагрантике, но мы прикрепим обязательно ссылочку. Ну, здесь, наверное, есть и бобы тонка. Такой вот. Он лёгкий и в то же время оставляющий себе в шлейфе знак, что я здесь, я присутствую. Но это ягодный аромат. Вот для меня он прям ягоды и розочка. Вот прям вот этот аромат начала, а аромат глам – это его продолжение. Они разные. Многие не находят в них одинаковости, не находят в них одних и тех же аккордов, но на самом деле они там есть. Но они два абсолютно разных аромата, но действующих и идущих в одном направлении. Попробуйте их, если нет возможности попробовать в целом варианте, в тридцаточке, в пятидесяточке, попробуйте отливантики на тех же сайтах, только проверенных официальных. И мне кажется, это очень-очень достойная композиция вашего и нашего внимания. Я думаю, что это очень классная вещь. Ариношка, приступаем к распаковочке версии Ledger. У нас их аж две штучки. И видно также, что у нас их дубли. И дубли уже не второй и не третий раз. Мы постоянно обновляем. Это моё парфюмерное «Я», Good Girl, Carolina Herrera, New York. Это пятидесяточка объём. Ариношка, можно ножичек? Это очень сложно мне распаковать. Вот. Это версия, которая говорит о себе, заявляет о себе. Я считаю, что её могут носить женщины, уверенные в себе. А те, кто сомневается, она обязательно придаст ей уверенности. Вот «Very Good Girl Ledger» — это более нежная версия вариации «Very просто Good Girl» от Carolina Herrera. Тут другой флакончик. Здесь видно, что флакончик градиентный. А версия «Просто Good Girl» — она целиковая, цельная, тёмная композиция. Без вкраплений градиента или шиммера. Есть, конечно, ещё версии, как сказать, более лимитированные. Там композиция указана какая. Но вот в основном флакончики вот такие. И это у нас уже пятидесяточка. И здесь отличие от тридцаточки, что несъёмная часть каблучка. То есть в пятидесятках, если вы будете брать фирму Carolina Herrera, Good Girl, и у вас будет обязательно разница вот в этих вещах. Каблук несъёмный в пятидесятке. Отмечаем это. Здесь у вас будет пипочка. Но аромат известный, мы его знаем. Да. Что здесь? Ваниль, бобы тонко. Здесь такая она композиция, которая оставляет шлейф, оставляет, привлекает к себе внимание, оставляет человека, который смотрит на вас немножечко заворожённым. Почему? Потому что раскрытие аромата, оно неоднозначно. Оно немножечко терпкое, немножечко резкое сначала. Но потом открывается всеми гранями. И ванилью, и бобами тонко. Немножечко мускуса я чувствую. Это вот та версия, Ариш, что ты чувствуешь. Вот давай на твою ручку нанесём, и ты мне расскажешь, что чувствуешь ты. Сейчас посмотрим. Как всегда, он очень сладкий. Да, он сладкий, но в меру. Он не прям приторно сладкий. Мне кажется, там есть ваниль. Мне кажется, или там присутствует, но это не точно, немножко ветивера. Мы посмотрим обязательно. Роза. Я здесь чувствую розу. Белые цветы. Да. Белые цветы здесь точно есть. Роза, белые цветы наверняка есть. Мы потом проверим себя. Это очень интересная композиция, которая завораживает. Ариношка, давай приступим к следующему аромату версии Суприм. Это золотая упаковочка. Подай его, пожалуйста. И ножичек к нему. Очень красивый аромат. Аромат очень красивый. Он самый такой утверждающий, на мой взгляд. Я бы его назвала жизнеутверждающим ароматом. Могу я сейчас погадать. Мне кажется, или он как и на моём аромат есть вот такие вот блёсточки. Мне так кажется... О, я угадала! Ты угадала! Он шикарный! Я честно не знала. У меня реально было такое ощущение, что там есть блёстки. Да. Потому что на красном не было блёсток. С распечатками сегодня всё. С распаковочками. Аромат прекрасен. Он прекрасен. Я его уже слушала, ты его не слышала. Давай другую руку. Вот. Первый пшик. Ой. Ничего страшного. О, какой сладкий. Эта тридцаточка снимается каблучок. Мне кажется, здесь есть. Он сладкий. И здесь есть. Я чувствую варёную сгущёнку. Каким-то... Ещё пахнет каким-то... Похоже на пралинешки. И цитрусы. Там, возможно, есть лимон или... Наверное, апельсин. Ну, это наши ощущения. Да. Твои. Из моих ощущений здесь мускус. Его положили хорошо. Ваниль. Бобы тонко. Вот точно есть. Они прям вот дают эту нежность и немножечко лактонности даже здесь присутствуют из белых цветов. Туберозность. Ну, или что-то в этом духе я точно не могу сказать. Но вот мне это что-то из этой серии напоминает. Очень красивая упаковка. Очень красивый флакон. У них... Можно мне какую-нибудь версию? Ну, давай, давай. Нет, туфельку саму. А, хорошо. Любую. Какая тебе нравится. Допустим. Да, допустим, они прям шикарно смотрятся. Они очень похожи. Для нашей коллекции, я думаю, они будут превосходно смотреться. И в парфюмерном шкафчике, на нашей парфюмерной полочке. Наша парфюмерная полочка рекомендует ароматы Каролина Эрера Good Girl. Ариша, тебе они нравятся? Очень. Это, мне кажется, это одна из наших любимых версий, мне кажется. Вот. Они очень красивые, очень, так сказать, интересные. Необычные, стойкие. Вот огромный в них есть плюс. Это стойкость, шлейфовость. Вот что касаемо аромата Леджели, мы посмотрим, как носятся вот эти ароматы. Но я уверена, что будет идентично, потому что база у них очень схожая. Парфюмеры, работающие над этими ароматами, там либо указан Квентин Биш, либо Луиза Тернер. Но что можно отметить? Все эти парфюмеры – это легенды. Работы их прекрасны, шедевральны. У нас в коллекции много красивых работ, много даже тех работ, где работали парфюмеры с известными именами. И когда мы наносим аромат, идем с ним в течение дня, например, не раз мне говорили комплименты, когда я носила Very Good Girl Аринин. И не раз мне гламурную версию, и не раз мне говорили комплименты, когда я надевала на себя версию Леджери. Это мое парфюмерное «Я», одно из. Просто восхитительные ароматы. Мы обязательно прикрепим фрагрантику, обязательно прикрепим нотки, какие там более подробно указаны. Но наши ощущения, вы слышали, они на каждый аромат превосходны. На мой взгляд, они все достойны внимания. И просто выбрать, какая версия для вас самая близкая к душе, к телу. Пробуйте, поносите его. Нанесите, например, его где-то в ритуале, он представлен. Поносите его. Вот денечек поносите. Я уверяю, вы к нему вернетесь. Вот нанесите на одну ручку сегодня другой, на одну ручку нанесите второй аромат, например. Кстати, хотела сказать, для любителей сладких ароматов эти ароматы подходят идеально. Ну, как по мне, это изумительный аромат. Вот так вот. Да. Что я еще хочу сказать? Очень хочу попросить вас присоединиться к нам на Дзене, присоединиться к нам на Рутубе. Просто вбивайте в поисковую... в строку поиск. Пар в полочках, все за главными буквами. Пар отдельно, полочка. Мы не будем оставлять ссылок дополнительных, чтобы не перегружать описание с тайм-кодами, так как уважаем ваше время. И всем пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok